Интия Гулонга помахал ручкой белым розом. Звезда самого народного реалити на белорусском ТВ. Вы меня очень исключаете, любите. Наверное, вы спрашиваете, где вообще я? Умотал в Эквадор. Восемь месяцев на пропалую. Меня савлинтировалось как целый. Мне сказали, что сегодня буду готовить что-то вкусное. Очень круто играли, я так играю просто. Иностранец наматывал километраж по красотам белорусской глубинки. Вау, потому что мне всегда больно. Я чего, если я напишу на испанском, да? Пока Гулонга ловит волну на родине, в шапку не спят конкуренты по голубому экрану. Инти, передаю тебе пламенный привет с города Бреста. Я очень рад, что ты уехал. Спасибо вам большое за то, что провели экскурсию. Вам нравится тут жить. Мы с мужем больше по сельской местности. Ну, это не очень агрессивная самочка. Я на всякий случай лучше закрою. Моя цель – проехать всю Беларусь вдоль и поперек, и увидеть самые потрясающие места. Расскажите, как вообще работает. Интересное ощущение. Ирмик Гулам – родом из Афганистана. Синеокая на протяжении 20 лет – тихая гавань в центре Европы для всей семьи молодого человека. В Минске Гулам пошел в детский сад, отучился в среднеобразовательной школе, сейчас помогает родителям с бизнесом. Иностранец спит и видит путешествия по Синеокой. Для меня Белые Россы – это новое направление, в котором я, конечно же, очень сильно хочу развиваться. Весть про смену ведущего не на шутку встревожила Мирвата Бушакер. В результате редакции попросили очень срочно пролететь в Минск. Традиционно самую холодную белорусскую пору ведущая коротает с семьей в Дубае. Но ради аудиенции с Гуламом арабская красотка прерывает отпуск. До скорого встречи! Кто рано встает, пока Гулонга тухнет на латиноамериканских пляжах. Надеюсь, что мы еще увидим Саинти. В парнике Абушакер под Минском – битва за урожай. Это проходит легко. Мне уже тяжело. Совсем скоро иностранке предстоит познакомиться с новым ведущим Белых Рос. У Мирвата Бушакер для Ирмика Гулама припасено первое задание. Очень хорошо говорите на русском языке, даже лучше, чем я. А пока... Я Мирват. А я Анна. Очень приятно. Вот скажите, пожалуйста, у меня есть теплица. Ежегодно я выращиваю овощи, зелень. И вот сейчас у меня только пару салатов. Каким образом вы можете мне помочь? Я думаю, что весна – это самое время, чтобы разнообразить ассортимент зеленых культур. Конец марта, начало апреля, аграрии по традиции выходят из спячки. Время весенне полевых работ – экзамен для механизаторов-агрономов, проверка на вшивость техники. Ведущий тоже не терпится измазать руки землей. Укроп, редис и руккола. Готовим почву. Это максимальная перекопка, если она в этом нуждается. Если она уже рыхлая, то просто ее подрыхляем. Судя по всему, у вас очень высококлассные специалисты работают, потому что земля рыхлая. Вы сделали вот так, и потом вот так. А можно полегче? Для меня это, я думаю, что это не первый и не последний раз. Я думаю, что вот моя теплица – буду сама делать. Она настолько гибкая, настолько понимающая. Мне кажется, я еще не успела высыпать семена, как она уже все схватила и все. Мы вас поздравляем с тем, что вы озвучили. Я выиграла. Посмотрите, что я выиграла. Озвучили свою. После умопомрачительного променада Мирвата Бушакер спешит в дом отмывать маникюр. Совсем скоро ведущей предстоит знакомство с Ирмиком Гулам. Прежде чем отпустить и колесить по просторам синеокой, иностранка лично проведет собеседование. Даст напутствие, наставление, пожурит. Дорогие друзья, я волнуюсь. Сейчас будем с Мирвата знакомиться. Я уже нежу эту ручку, прикоснулся. В прошлом сезоне «Белых роз» Мирвата Бушакер не вылазила из поездок. По заданию редакции арабская дива проехалась по самым колоритным уголкам. Так как мы все на блокаблоках, я прошу посидеть. Гулам тем временем... Ну, сегодня все, о чем можно. Потанцевать. На пороге нового открытия. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Доброго пожаловать. Доброго пожаловать. Спасибо большое, Мирвар. Как вас зовут? Мне очень приятно. Ирмик. Очень приятно, Ирмик. Присаживайтесь, пожалуйста. Доброго пожаловать в нашу команду. Мне сказали, что новый ведущий. Я с акцентом говорю. Но вы почти без акцента. Это хорошо. Как это так случилось? Дело в том, что в Беларусь мой дядя, брат отца, переехал в 98-м году. И с того времени он тут жил, семью завел и говорит, приезжайте к нам. После допроса с пристрастием первое задание. В прохладное весеннее утро Абушакер с порога отправляет ведущего в первую командировку. Как вы видите, на улице светает на часах час утра. Для вас есть задача от меня. Я вас отправляю на полях по нашей программе пассивная. А у меня своя пассивная и своя теплица. Так что это ваша задача. Будем смотреть, как вы исправитесь. Счастливой пути. Я уверена, что у вас все получится. Мюрват однозначно яркий человек. Это вообще я не ожидал такого. Мне очень понравилось, как она тепло меня встретила. Как она уютно разговаривает. Очень хорошо к себе располагает. С ним комфортно будет работать. И у меня было очень комфортно даже с ним сегодня познакомиться. В унисон с природой. Робкое мартовское солнце ознаменовало начало весенней посевной в южных регионах Синеокой. На дворе ключевой для сельского хозяйства период. Аграрии, как никто, знают. Что посеешь, то пожнешь. Первой в работу включилась Брестская область. Белые русы во главе с Ирмиком Гуламом стартуют в агрогородок Остромечево. По пути ведущему погода подкидывает первые фортели. Снег в марте после азиатской парилки повергает иностранца в шок. Я в противоплощении, но однозначно это что-нибудь интересное новое. Климат Афганистана принято относить к субтропическому. Средние весенние температуры колеблются между 20-30 с плюсом. Я надел легкую одежду и, видимо, не прогадал. После погодной встряски заветная точка назначения. От зимы здесь только шуба на председателе сельсовета. Наше Остромечево очень большое, в принципе. В нем проживает 2100 человек. Агрогородок в Бресском районе – крупнейший населенный пункт в составе Лыщицкого сельсовета. В письменных источниках местечко упоминается, начиная с 15 века. Не зря наша деревня определена как деревня будущего. Место для людей. В Остромечево есть школа, детский сад, амбулатория общей практики, несколько магазинов, ЗАГС, ванно-прачечный комбинат, кафе, гостиница, дома культуры. Живи – не хочу. Да, да, нормально. Мы с мужем больше по сельской местности, не по городу. Скажите, а вам нравится жить в Остромечево? Да. А сколько вы уже тут живете? 26-27 лет. Ну, деревня-деревня пройдешь, красивая, летом особенно очень красивая. Привет, как тебя зовут? Ага. Тебе нравится жить в Остромечево? Нашу продукцию, конечно же, берут. Вот у нас молоко наше Остромечевское. Вот, пожалуйста, сметанка есть наша. Наши яблоки – очень ходовой товар. Наши Остромечевские – сон. Ставка на свое. Сельское хозяйство – гордость Остромечева. Основное направление – мясо молочное. Развито производство зерна, сахарной свеклы, плодов. Четыре производственных участка с механизированными поливодческими бригадами. На них пять молочно-товарных ферм. Комплекс по выращиванию нетерей. Откорму крупного рогатого скота. Проектной мощностью 7800 голов. Звероферма, сад, автобаза, комбинат строительный. По переработке сельхозпродукции. На сегодняшний день это нет ни у кого из хозяйств. Это еще зероводческое хозяйство, наш филиал, который у нас работает. Мы сами шьем шубу. Пушистый отряд. Услышав про диковинное направление, Гулам спешит навстречу к уникальным норкам. Здравствуйте, меня зовут Ирмик. Добрый день, Ярослав. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что у вас тут за прекраснейшие, милые создания? Мы находимся на зверокомплексе ООО Остромечева. Мы занимаемся выращиванием норки, исключительно норки. Меховая феерия. В специальных вольерах зверокомплекса – самки, самцы племенного стада. Сапфировые, серебристо-голубые, жемчужно-коричневые. Шесть цветовых групп на зависть искушенным художникам. Для гладкой блестящей шерстки в рационе у хищников мясная продукция в виде специального фарша. Обязательные условия – подсчет калорий питательности. Скажите, а дверьку можно уже открывать? Ну, дверьку можно чуть приоткрыть. Взглянуть более, сблизка. Вот видите, корм лежит на полочке кормовой. Ну, это не очень агрессивная самочка, поэтому… Я на всякий случай лучше закрою, потому что, знаете ли, как говорится, обезопасить себя. Основа хозяйства – производство изделий из меха-норки. Мягкий товар сияет качеством, манит красотой. Спрос покупателей тоже на славу. Несмотря на эко-тренды, верхняя одежда, головные уборы, аксессуары из ценного меха – по-прежнему признак достатка, шика, роскоши. Есть куда нам стремиться улучшить качество именно своих меховых шкурок. Соответственно, улучшится качество наших выпускаемых изделий. Это меня очень сильно тронуло, что одну шубу, чтобы изготовить, уходит от 22 шкур данного животного. Мне, конечно, это очень сильно тронуло, но я понимаю, что это производство. После короткого променада с пушистыми ведущий держит путь на мехдвор. Тут разгар обеда. Добрый день, товарищи! Всем приятного аппетита! Что у вас на сегодня на обед, расскажите, пожалуйста. Приятного аппетита! Наверное, будет тут мясо. Вот, и булочка тут. Сегодня у рабочих механизаторов на обед плов, борщ, какао и булочка с маком. Готовят вкусно почти как дома. По соседству с комнатой для приема пищи – баня. Напомните, пожалуйста, в какой день недели могут приходить? Если, смотрите, когда уборка зерновых идет, трудная работа, и там помыться хочется всем, то те работники, которые здесь находятся на работе, они себе затапливают баню, и каждый день, когда комбайн приходит, или сиелка там большая, можно, пожалуйста, помыться. Место для всего. В мастерской площадью 800 квадратов, вместо кочегара – теплогенератор. Комфортная температура подается с помощью воздуховода. Скажите, я слышал, что данное покрытие, на пол, в котором мы сейчас стоим с вами, выдерживает удар кувалды. Есть такое дело. Мы думали, какой пол сделать. Раньше здесь был простой бетон, а потом мы предложили. И вот сейчас, как вы заметите, это во многих торговых центрах, складах сделано такое покрытие, где выдерживает очень такая большая техника тяжелая. Я вижу, по технике довольно-таки оно крупное, и при этом максимально габаритное. Современный собеседник. Видно, что ему это интересно, сельское хозяйство. Видно, как все протекает в нашей стране. Очень много задает вопросов таких, и на разную тему, и про стеневосовую. Ну, пытается в них найти, конечно, про механизацию, как все протекает, как жизнь в Беларуси, как жизнь в Беларуси на земле. Меня удивило то, в каком это объеме. Потому что я это представлял совершенно в другом виде. И что это одна-две машинки, все работает. Но нет, тут большое предприятие. На Мехдворе десятки машин. Хозяйство укомплектовано по последнему слову техники. Парк регулярно модернизируется. Пока техника на приколе из-за холодов, самое время для тест-драйва. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ирмик. Михаил. Скажите, а вот мы сейчас находимся возле такой чудесной техники. Мне хотелось бы узнать, что это, и вообще, как можно ли пройти вовнутрь сельского. Можно будет пройти вовнутрь сельского. Давайте тогда поднимемся. Скажите, вот мы сейчас в кабине. Я вижу тут управление. Расскажите, как вообще работает, как вы заводите данную технику. Ну, ставится на нейтральное положение. Включается зажигание. Нажимаем сцепление. А, все как в машине? Да. Ох, трясение прям идет по всему салону. Пару хитрых манипуляций и гулам на ходу. Это вообще другие ощущения, я вам хочу сказать. А вот какую максимальную скорость вообще можно тут развить? Я как гонщик хочу это спросить. Ну, 30 километров в час едет. С попутным ветром. Мини-поездка на десятку. Инструктаж пройден, экзамен сдан. Спасибо вам большое за то, что провели экскурсию. Ознакомились с данной техникой. Я теперь знаю, что это, и мне очень понравилось поездить на нем. Большое вам спасибо и желаю вам хорошего дня. После энергозатратной лекции – мясной отрыв. Здравствуйте, меня зовут Ирмик. Добрый день. Представьтесь и расскажите, где мы находимся. Я управляющий комплекса крупно-рогатого скота ОАО «Остромечево». Мы находимся на территории комплекса крупно-рогатого скота по откорму корейцев. ПК «За рога». Работа комплекса стартовала в 80-х. Здание недавно прошло модернизацию. Сейчас в нем без малого пять сотен голов быков голштинской породы. У нас сенажно-концентратный тип кормления. А, что ли? Да. Корма раздаются мобильно, кормораздатчиком, через веса, по согласно рациону. Среднее время содержания животных в комплексе – 18 месяцев. Вес одной туши к концу от корма переваливает за половину тонны. Успехами хозяйства в свое время восхитился и Александр Лукашенко. Мы все постараемся, да, содержать в чистоте. Маленьких телят, маленьких телят, да, которых мы закупаем, да, мы их сюда не ставим. Мы ставим… У нас филиалы есть, да, где мягкая постилка солома. Там постоянно, там через день навоз толкается солома. Каждый день работает техника, работают люди, ветврачи работают. И всегда там в идеальном состоянии содержатся. Местами мне было страшно. Но мне очень понравилось, что они… вот, я не знаю, такая прям мощь чувствуется. Но при этом могут, как были случаи, мне рассказали, вылезать. Но это очень крайне. Нормальный вопрос задавал мы по существу. После плотного дня на ногах – самое время быстрого перекуса. Кухня-столовой, где готовят обеды механизаторам, по виду смахивает на ресторанную. Гуламу показывают, как все устроено. Это у нас электрическая плита. На ней мы готовим первые блюда, вторые, можем котлеты жарить, гарниры. Здесь мы всегда взвешиваем крупы, когда готовим каши. И, ну, все остальные продукты, овощи. И потом, когда мы сделали котлеты, мы вот этот жарочный шкаф, естественно, мы доводим до готовности. После короткой экскурсии самое время познать азы кулинарии. Давайте мы сначала наденем халатик. Хорошо, спасибо. У нас так принято. Мы будем готовить салатик легкий такой, с кислой капустой. Начнем резать лук. Как правильно резать? Посередине. Рецепт сочной квашеной капусты широко известен белорусским семьям. Он прост в приготовлении, богат витамином С. Популярностью блюда пользуется в каждом уголке синекой. Теперь гулам тоже в теме народного вкуса. Так, я так понимаю, сейчас нам размешать надо, да? Просто перемешать лук. Берем ложку и перемешаем. Теперь мы перелазываем сюда. Вроде у меня как получается, хотя уровень готовки... Я могу уже разложить, правильно? Да, да. Что ж, я тут, наверное, немного переборщил. Долгожданный момент. Дегустация. Что ж, давайте начнем пробовать, что у нас получилось. Вполне себе. А что самое главное, он полезный. Я люблю, когда что-то полезное. Я слежу с своим питанием, занимаюсь сейчас спортом. Мне очень важно, чтобы ингредиенты были свежие и вкусные. Приятный молодой человек. Готовил он нормально, как бы компанию составил ингредиенты. Все знают. Пора и честь знать. Продюсеры поторапливают ведущего. После гостеприимного Остромечева время держать путь дальше. Сразу после рекламы. Это колесики крутые все. А, колесики. Ух, высоко тут. Интересное ощущение. Вот я увидел, что у него раздвижены такие как-то лестницы. Морковка, покористи, колбаска. Смотрите, яйцо. Просто это настоящее, прям, ну, вот домашнее. Пассивной реванш. Весенние полевые работы на устах у всех аграриев страны. Местами мне было страшно. Накануне страды комитет госконтроля отрапортовал про готовность парка сельхозтехники. Тракторы, сейлки, вспахиватели, опрыскиватели. Почти все сняты с прикола и бороздят необъятные просторы родины. А вы разгонялись? Ну, вы видите немного по хулигану. До рекламы Ирмик Гулам познакомился с Мирват Абушакер. Добро пожаловать. Ведущая после посевной в собственном парнике раздала иностранцу ценные указания. Как вы видите, на улице светает на часах, час утра. И отправила Гулама, куда глаза глядят. Я вижу по технике довольно-таки оно крупное, при этом максимально, ну, габаритное. То ли еще будет. Вот что дальше. Южный переезд. Команда Белых Рос снова в Бресской области. На этот раз ведущего занесло в агрогородок Клепачи, центральную усадьбу Журавлиное. Деревня расположилась в 19 километрах от Пружан. Это одно из крупнейших сельхозпредприятий региона. Пока вострамещего для посева ждут с моря погоды, в 50 км все на мази. Если в том году мы вышли 18 марта с сейровым овсом к посеву, в этом году мы вышли 16 марта. Если брать по севу многолетних трав и перезалужений, мы вышли 4 марта. Это на 2-3 недели раньше, чем в прошлом году. Идеальный прогноз. Для определения точной погоды в арсенале хозяйства современные новации. Я метеостанция. На данный момент одна. Планируем еще к покупке. Все для того, чтобы мы точно ориентировались в прогнозах в погоде. Потому что каждый час, каждая минута неправильно спланированной работы, она приводит к потере времени. Температура воздуха, относительная влажность, точка росы, количество осадков. Метеостанция покажет необходимые сведения в цифровом и графическом виде. Программа сама завязывает графики Сева с точным прогнозом, выводит отчеты. Мы видим осадки за 7 дней. Температура воздуха минимальная и максимальная. Также, пройдя по вкладкам, мы можем видеть прогноз. Ведущему не терпится увидеть посевную во всей красе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Очень приятно, Александр. У меня Ирмик. Расскажите, кем вы работаете? Что у вас тут за чудо техники? Я работаю на тракте. Рабочий день у Александра Сахарука с 7 утра до 7 вечера. Трудится в интенсивный период мужчина 5 дней к ряду. Во время посевной на сутки дольше. А в чем особенно вот северных трав? Мы сеем травы, у нас много скота, на корм скоту. Мы сеем его сейчас, потому что мы летом могли взять его в жар. На родине Гулама современные тракторы – диковинная редкость. Изучить устройство элегантной машины – гештальт, который иностранец намерен закрыть здесь и сейчас. Здесь семена. Ну, выдается. То есть оно выдает. Ага. И они воздухом дуются, уходят, зад изгоняются в землю. Зубчики такие прям. Это острые? А. Это колесики крутятся. А, колесики. Ага. Этим она заделывается в землю. Полный вперед. На глазах зрителей белых роз настаёт время опробовать мощную технику в деле. Ух, высоко тут. Ух, мощь какая, а. Внутри просторной кабины полно места. Панель управления, замечает ведущий, напоминает приборную доску в кабине самолёта. Параллельно иностранец познаёт процесс сева. Вот мы нажимаем на кнопочку. Мы отпускаем сейлку. Это движосенсорное управление у вас, да? Это сейлка. А, сейлка. Это вот навигация. Навигация. То есть навигация у вас будет? Да, он сам едет по полю. Вот видите, всё ровно. Да. После расспросов обо всём и ни о чём, Ирмик Гулам просится за руль трактора. Иностранцу не отказывают. Позволение, если можно. Чуть-чуть вправо-влево. Пожалуйста. Интересное ощущение. Рулится очень легко. Это новый опыт, и я увидел крупным планом, как это происходит вживую. По поводу салона хочу сказать, что прям ты сидишь как в ультралюксе, как будто в Майбахе. Следом восхищённому ведущему показывают очередной фронт работ. Ирмик Гулам отправляется на поле, где в 2022-м журавлиная принимала президента. Это у тебя что, кликуха или позывной? Нет, стараюсь быть всегда первым. Здравствуйте, меня зовут Ирмик. Как вас? Денис. Денис, очень приятно. Как бы по профессии я механик, закончил среднее специальное. Вот, работаю, ну, на данный момент на отработке. Ирмик Гулам тем временем пристаёт с расспросами к механизатору. С помощью этого широко захватного агрегата удобряют посевы различных культур. Длина опрыскивателя 24 метра. А тяжело ли управлять? Нет. Такой техник? Нет, легко. Чудо-техника не отпускает ведущего ни на минуту. Вот я увидел, что у него раздвижены такие как лестницы. Ну, это для того, чтобы если вдруг забуксуешь, чтобы, ну, не сломать их. А вот удобрение, оно же поступает где-то отсюда, да? Под давлением стоит с той стороны насос высокого давления, подаётся на штангу. Интересный момент, чтобы залезать в кабину, там ножки вот так раздвигаются автоматически. Это за этим очень интересно наблюдать. Ну, спросил, как, в принципе, работать, какая ширина захвата. Ну, в общем, о технике. Спасевная – важнейший этап для хозяйства. На страде заняты почти все лошадиные и людские силы. Обед у старательных трудяк по расписанию. Его доставляют прямо в поле трижды в день. А что сегодня на обед? Суп рисовый. Ага. Так. Дальше, каша. У нас. Угу. Я вот вижу. Касадом вошел. Вам вкусно? Можно. Как тут кормят? Да. Отлично. Основной рацион питания – мясные блюда первое. Шницель, поджарка, гуляш, куф. А, например, вот колбаса домашняя, жаркое, с мясом жарко. Гороховый, рассольник, щи, борщ, рисовый, с гречкой может быть. Это происходит практично. То есть приехала машина, приходит бригада, все подъезжают и их комплексно обедают. Мне очень понравилось, что меню не однообразное. То есть оно максимально такое расширенное. То есть хочешь там гречка, там можно даже попросить добавки. Вот что мне понравилось. После плотного обеда снова за работу. Ведущий вновь отправляется за новыми приключениями. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирмик. Виталя. И вас как? Виталя. Виталик, здравствуйте. Скажите, откуда вы и где работаете, кто? С клепачей, сам родом. Ага. Работаю журавлином, трактористом. Виталий Сахарук в профессии с 2011-го. Работа, признается мужчина, ему в радость. Из плюсов – комфортные условия, полноценное питание, достойная заработная плата. Таких условий в городе не найти. Вот расскажите, что это за механизм и почему тут такие колесики? Ну, высевающие диски. Ага. Это прикатывающие. Это загортачи. О, как. Слушайте, а сколько в длину такая? 8 метров. Игра в машинки. Ведущему, по традиции, не терпится заглянуть в кабину. Заходим внутрь. Тепло у вас тут? Да. Могу присесть? Сидите, сидите. Какое удобное кресло. О, маленькое. А у вас тут, я вижу, прям на пружинах какой-то комфортный. Да, все работает. Вообще удобно сидеть? Конечно. Вот у меня такой очень важный вопрос. А скучно ли вам становится в течение дня? Можете ли вы как-нибудь остановить трактор, там выйти, поразминаться, как свежим воздухом подышать? Ну, нет, посевная. А, такая посевная больше, да? Я понимаю. Не надо отдыхать. Ермик Гулам поражен каждой мелочью. Не прошло и часа, как ведущий разложит кропотливый процесс. Сначала один трактор распределяет удобрения, следующий культивирует и заделывает после. Меня удивил тот факт, что сельхозтехника, она довольно-таки продвинута на сегодняшний день. Я такого мало где встречал, только лишь на картинках. А меня очень поразило это. Ну, интересовался, наверное, хочет подменить меня или что. Не знаю даже. С полями и тракторами на сегодня все. Пока хозяин трудится в поте лица... Дома с работы старательного семьянина ждут не дождутся родные люди. В этом уютном коттедже ведущего встречает великолепное трио. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирмик. Меня Наталья. Приехали к вам из Минска. Будущие супруги познакомились в Журавлином 9 лет назад. С тех пор не разлей вода, душа в душу. Я была тогда, ну, работала в Журавлином, потом уволилась. И работала в Бресте какое-то время. Потом мы познакомились и я обратно вернулась в родной кофе. Счастливое возвращение. Наталья Сахарук ни капли не жалеет о переезде в Клепачи. Милый сердце уголок ближе к душе, дальше от городской шумихи. Молодой семье Журавлиная выделила просторный дом. Двухэтажный коттедж, почти выкуплен у хозяйства. Здесь детская, дети здесь играют, здесь много игрушек. Интересно, как тут у них все по современному и красиво так сделано. Кирилл, ты тут играешь, да? По отцовским стопам. Если большинство мальчишек одержимы игрой в машинке, Кирилл Сахарук гоняет на тракторах, комбайнах, сейлках. А тебе нравится играться с трактором? А увидел, какой у папы большой трактор управляет? Нравится? Наш белорусский трактор. Ого! Сколько у тебя тут игрушек? Очень много. Половину декрета, шутит хозяйка, она проводит на кухне. А что вы чаще всего мужу готовите себе? Какие ваши любимые блюда, расскажите? Ну, как бы все любят жареную картошку. Такое, да? Да, дети голубцы, ну и муж, конечно. Ну, по-разному какой-то суп. Подспорье для вкусных экспериментов – большой огород. Собственное пернатое мини-хозяйство. Ведущий пробирается за изгородь. Проходите. Вон, снесли даже на миску. Здравствуйте. 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 Ой, а вы кто? Это близняшки? Эти несушки просвещают Гулама. Только для получения свежих домашних яиц. На мясо семья покупает бройлеров. Пока что на них не сезон. Смотрите, яйцо. Просто это настоящее, прям, ну, вот домашнее. Класс. Все, я остаюсь, все уезжайте. Очень спокойная такая, приятная жизнь. Со своим хозяйством. И достаточно много работы, чтобы занять чем свое время. Энергичный молодой человек. После знакомства с радушной семьей. Ведущий мчится на очередной праздник жизни. В нескольких десятках километров его ждет не дождется певучий состав. Добрый день. День добрый. Расскажите, что за ансамбль такой красивый? Перед вами народный ансамбль музыки и песни. Остромеджевские реагоны. Легендарному коллективу недавно стукнуло 40 лет. С гастролями ансамбль объехал всю страну. А что это такое? Могу ли я на этом сыграть? Легко. Головное почать. Как? Так, пальчики разом. И музыка. Иностранец с удовольствием входит во вкус. Спасибо большое за ваши улыбки, за ваш ансамбль. Мне очень понравилось. Я обязательно еще к вам вернусь. Ему самому захотелось поиграть. То, что он с нами участвовал, что он подпевал. Это здорово. Иностранец с удовольствием входит во вкус. 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 Субтитры сделал DimaTorzok